Здравствуйте! Вам чем-нибудь помочь? Здравствуйте! Прекрасная милая леди! Меня зовут Балеш Копо, я тоже ваш коллега, так сказать, я тоже продавец, но я пришел сюда к вам наоборот, приобрести товары. У моей жены скоро день рождения, я бы хотел, ну, что-нибудь, ну, что-нибудь, знаете, нижнее белье, экровагантное, какое-нибудь, может, посоветуйте что-нибудь? Да, у нас есть белье, вот, видите, разнообразный выбор, у нас есть бикини, есть стринги, есть танго, что хотите. А есть у вас модель трусиков, называющаяся дешевая? Нет, таких моделей нет, но вы не должны забывать тот момент, что покупаете белье в первую очередь для себя, потому что вам его снимать. Стоп, подожди, мы с ней договорились, кто приходит пьяный после вечеринки, тот сам себя и раздевает, и я не буду ничего снимать. Хорошо, я вас поняла. Смотрите, могу предложить вот такую модельку. Как вам? Что это? Это что такое? Нет, у моей жены уже есть красная нитка от сглаза, у нее много таких. Нет, это не красная нитка, это пояс. Что, мой? Какой пояс? Вот пояс, смотри, пояс, сюда можно молоток, его рацию, клещ, пассатижи, вот есть провода. А это что, это пояс? Что я могу в него засунуть? Да и вообще больше похоже на какую-то нитку, понимаешь? Нитку, если эта нитка порвется, что ее ниткой зашивать? Для мамалыги, для мамалыги идеально, вот так чук-чук-чук нарезать. Я вас поняла, хорошо, модель эта на мне подходит, давайте я вам тогда предложу вот модельку новенькая у нас, я вам говорила, танго называется, трусики танго. Она танго у меня не танцует? У вас есть трусики хора? Хоп шашайный? Нет, хора у нас нет, к сожалению, но у нас есть вот такое белье в сеточку. В сеточку? Да. А зачем? Чтобы комары не залетали, что ли? Нет, вы должны понимать такой момент, что она будет надевать это белье по особенным вечерам. А зачем ей это надевать во время матча Лиги Чемпионов, я не могу понять. Нет, давайте мне что-нибудь такое, не знаю, может вот это, вот сколько это стоит? Эти? Тысяча лей. Сколько? Тысяча. Это вместе с вами в комплекте что ли идут? Капец, моя жена, она не стриптизерша. А при чем тут это? А при том, что она за один танец эти трусы не отобьет. Что это за ерунки? Здесь написано то, что нужно стирать только при деликатной стирке стиральной машинки. Не понял. Вот еще стиральную машинку надо покупать? Ну да. А посудомоечную можно? Нет, ну что? Ладно, ладно. Хорошо, может лучше лифчик, выберем лифчик, а он все-таки как бы, да? Да, давайте лифчик. Вам пуш-ап нужен? Будь здорова. Спасибо, но я не чихала. Давайте определимся с тем, какой объем груди у вашей жены. У нее... Вот такой где-то. Зачем вы держите меня за живот? Потому что у нее грудь где-то здесь вот такая. А, ясно, я вас поняла. Давайте опишем словами, как выглядит ее лифчик. Ну, вы знаете, его как бы, как в сказке. Не словами сказать, не первым описать. Он, в общем-то, тяжелый. Мы были на касате Адриана Урсу, и там все кидали в него лифчиками, она тоже сняла, кинула, попала в голову. Разбила ему голову, два швана ложили, два. Вспомнил. Я, короче, хочу ей это, поехать отдохнуть, путевку. Мне нужен тогда ей какой-то купальник. Купальник, чтобы она оделась, прикрылась, чтобы не было этой стромоты. Понятно? Как вы тут ходите, все оголеное у вас. Да, вот, у нас есть купальники от 500 лей. Можете выбрать. Сколько? Стоп, стоп, стоп. Как вы объясните мне, как купальник может стать дороже, чем путевка? Не-не-не-не-не-не-не. Вот это? Это мужское. Так, конечно, это мужское. Как женщина может одевать это в цветах хаки, понимаешь? Это, посмотри, под меня, прямо мое тело. Мое, вот. Видишь? Я такой же, когда служил в Афганистане, у меня то же самое было. Значит, мы заходим в аул, там, значит, две бомбы разминировали в одном здании и в другом. Мне говорят, Валера, меня сначала эту, потом эту. И я зашел. И мы там сидим. И я уже все, у меня нога, у меня ноги нет, просто я ее взял, собрал по косточкам, по кусочкам, кожу натянул. И мне говорят, она решит что-то с бомбами. Это все Афганистан, там виталят горы. И в этом подвале сидит этот баджахет, у него бардатка. Валерий, 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 подождите, подождите. У меня закончился рабочий день. Я так устала, вы меня провели до дому. Вы майку брать будете? Будете или не будете? Какую майку? Я тебе рассказываю историю из афганистанского своего прошлого, ты мне про эту майку все говоришь. Я тебе, вы же женщины любите ушами, я тебе, так сказать, два часа тебя любил, здесь рассказывал это все. Для чего? Все, я вас поняла. Всего вам хорошего. Вот что, не умеешь работать с клиентами, надо с клиентами работать. Каждому свой подход. Вот приходи к Валерии, шкёпаю, и тебе объяснят. Вот если я душу излил, она мне плюнула в эту реку моих издеваний. Короче, жене я пойду сделаю подарок своими руками. Молоток есть, доска есть, что-то придумал. Соседи, каждое воскресенье в 18.30, только на ТНТ Эксклюзив ТВ.